Кукольники Севастопольский театр имени кукол представил спектакль «Солнышко и снежные человечки». Об итогах творческого форума пойдет речь в программе «В контексте». В студии Наталья Шельга. Здравствуйте! В Севастополе есть такой театр, и это называется театр имени кукол. А Севастополь находится в Крыму. Я сегодня специально надел вот такой же бок. Смотрите, где? Крым. А Севастополь находится где-то вот здесь. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня в гостях артисты театра имени кукол Севастопольского культурно-информационного центра Я с удовольствием представляю Елену Александровну Собянину, главного художника Здравствуйте! Здравствуйте! И Екатерину Старикову, актрисы театра Здравствуйте! День добрый! Скажите, пожалуйста, ваши первые впечатления после состоявшегося фестиваля Что это было? Это эйфория, подъём, скепсис, благодарность, теплота? Или они разные спустя уже несколько недель? Изменились ли они? Конечно, уже сейчас более спокойные эмоции Поначалу это была радость вообще всегда встреча с коллегами, с друзьями Она эмоциональная и всегда тёплая А по прошествии какого-то времени, конечно, уже идёт анализ Немножечко уже более отстранённый И уже начинаешь понимать и продумывать то, что происходило на фестивале То, что видели, как сами сработали, как нас приняли Конечно, сейчас уже более такое отстранённое восприятие Катюша, а у вас? За себя могу сказать, я в полном восторге до сих пор нахожусь Мне кажется, у меня заряд этих эмоций, положительных от встречи с теперь уже друзьями Это с волшебными коллективами И братство, кукольное братство Оно останется надолго, вплоть до следующего фестиваля Потому что настолько разные люди И спасибо минимальным знаниям английского языка Потому что мы общались и с греками, и с сервами, как могли Обменялись контактами И как нас встречали организаторы Как это было тепло, в каких условиях мы жили Всё было создано настолько комфортно Для того, чтобы можно было спокойно сделать то, с чем мы приехали Поделиться А было уже с чем сравнивать? Это ваш второй фестиваль? Да, да Первый фестиваль был, это ездили вы, когда театр ездил в Оренбург Тоже на международный фестиваль, это было осенью прошлого года Для театра это уже второй фестиваль Абсолютно разные фестивали, с совершенно разными концепциями Разные творческие цели И театры приезжают тоже разные Хотя зритель везде Везде одинаковый? Вы знаете, по сути, да Хотя вот меня очень удивил курганский зритель Потому что мы же работали на... У нас были зрительские спектакли, когда обычный зритель приходил на спектакль И был зритель фестивальный Это те же актёры, только из других театров И вот обычные дети, которые приходили к нам на спектакль Они, знаете, они немножечко... У нас просто дети не привыкли ещё Они ещё не избалованы, да, театром кукол И поэтому они более открытые Но там очень эмоционально тоже воспринимали Причём и поразили взрослые Потому что взрослые точно так же, как и дети Очень тепло принимали спектакль и реагировали на него Вот Просто, ну, по сути, всё равно человек везде остаётся человеком И зритель везде тоже зритель А вам не показалось, что вы достаточно молоды для такого фестиваля? Вот фестиваль «Мечта о полёте» Он в Кургане уже 9 лет, с 2008 года проводится И в этом году он был посвящён легендам театров кукол А вы такая молодая команда Вам всего год и 4 месяца Не чувствовали себя чужими? Да нет, ни в коей мере Потому что это театр молодой Театр А у Артёма Викторовича, у него большой опыт постановочный Он режиссёр с опытом И у меня, в общем-то, уже за плечами есть опыт А просто театр, сам по себе театр молодой Но говорим-то мы о вещах серьёзных И, как, которые всегда задевают А легенды, вы знаете, вот этот спектакль «Солнышко и снежные человечки» Его где только не ставили Вот эта пьеса, она поставлена практически во всех театрах кукол Его ставили и ставили не по одному разу В некоторых театрах И в этом плане это можно воспринимать как легенда Потому что этому пьесе, это лет 30, наверное, где-то вот Я ставила тоже в другом театре этот спектакль Я Артёма Викторовича ставила абсолютно совершенно И вот он третий вариант, да? Это третий вариант, да Причём он, на мой взгляд, он самый такой трепетный И потом, и знаете ещё, что в тех спектаклях были совершенно другие, другая идея Каждый режиссёр, когда ставит спектакль, он же свою идею реализует И сколько бы, кто бы, какой бы театр не ставил Это всё равно будут разные спектакли Вот не могу к вам присоединиться, чтобы обсудить этот спектакль Вот не была к своему студу Этот спектакль ещё не успели посмотреть Потому что с Артёмом Викторовичем мы всегда обсуждаем И я своё постсубъективное мнение Как родителя, как мамы, как зрителя Я всё-таки выражаю Это любимый спектакль севастопольских детей, взрослых? Я не могу сказать, что он любимый Он, наверное, для нас просто, поскольку он первенец Мы к нему так относимся Не то чтобы любимый, но он самый трогательный, наверное Самый такой, ну, как первенец А как для зрителей, я не знаю Но всё равно приходят, идут и идут зрители Вот сколько мы не играем в спектакль, а зрители идут и идут смотреть Всё равно Елена Александровна, он поэтому был и выбран для показа именно на фестивале? Ну, наверное, да Потому что он в какой-то степени, наверное, отражает концепцию театра вообще Потому что ведь мы театр семейный И этот спектакль, он не только для детей Он не для маленьких детей, он вообще для семьи, он для взрослых И когда у нас взрослый зритель воспринимает его так же, как и дети И когда приходят и спрашивают Вот странный вопрос, казалось бы, для нас Когда взрослые люди спрашивают А можно прийти на спектакль без детей? Просто вот как бы культуры театра кукол, её пока нет Это только в советское время театр стал, театр кукол стал детским А изначально театр кукол, это же взрослый театр Это Петрушка Так у вас и формат этого фестиваля, он был и взрослые, и детские спектакли, правильно? Да Там было несколько таких категорий или номинаций, скажем так Нет, нет, там не разделялось Дело в том, что здесь же не было, не выбирался лучше спектакль Здесь был круглый стол, на котором критики разбирали спектакль Вот каждый день проходили спектакли, они отсматривались И на следующий день был круглый стол с критиками, когда разбирали спектакль предыдущего дня Вот, были, у нас были три критика Один критик из Польши, Марек Вашкель, это театральный театровед Он историк театра кукол из Польши, потом у нас был Спешков Владимир Георгиевич, это тоже критик И он член экспертного совета Золотой маски, Орликина Новосибирский транзит, Петрушка Великий, тут много, я сейчас вижу Покурская, тоже театральный критик И она кандидат искусствоведения, и она тоже в экспертном совете Золотой маски То есть такой состав-то серьезный Вот, и спектакли были, вот на самом деле, они очень разные, совершенно разные Они и по жанру разные, и по возрасту разные, и по темам разные Например, Курган показал спектакль «Жены синие бороды» Это вообще бродилка, это вот то, что сейчас популярно Но в их здании, в их помещении грех не сделать такой спектакль Потому что это с такой историей издания Вот, потом спектакль, например, Екатеринбурга «Разноцветные сказки» Это вообще где-то на уровне бэби-театра, для маленьких зрителей И для греки, например, у них спектакль удивительный тоже Он совсем без слов, но он точно так же интересен как маленькому зрителю, так и большому Поэтому зритель не разделялся на этом фестиваль Хотя, конечно, вы знаете, такая интересная вещь У нас после фестиваля люди расстраивались из-за того, что они не смогли привезти своих детей Которым уже 9-10 лет и старше Потому что вот существует, мы по закону обязаны поставить 3+, 5+. Вот если у нас на спектакле стоит 3+, почему-то зрители решают, что... Детям старшего возраста это будет просто неинтересно Да, надо приводить детей в 3 года Дальше уже все поздно А на самом деле 3 года — это с того возраста, с которого можно смотреть И дальше это бесконечности И можно приводить любого возраста детей, смотреть, им будет и точно так же, как и взрослым Интересно Катюш, а что сказали критики о вашем спектакле? Какая критическая оценка? Ну, в целом, мы были просто... Не все, может быть, так воспринималось Сейчас я не могу дословно пересказать Но в целом было сказано, что это атмосферный спектакль Абсолютно атмосферный И вот критик из Польши, Марек... Марек сказал, что его можно вести на любой, показывать где угодно Спектакль затронул, именно затронул То есть были разные, они вот сравнивали с разными спектаклями Со взрослыми, с громкими, с большими А наш именно атмосферный Солнышко, которое погружает, погружает, погружает Ну, хорошее За четыре дня 14 спектаклей, 40 мероприятий Это мастер-классы, творческие встречи, лекции по современному искусству И, конечно же, не особое внимание Но все-таки внимание было приковано к Севастополю И была масса вопросов к Артему Викторовичу Как художественному руководителю театра Давайте сейчас посмотрим отрывок из его интервью Мы работаем, работаем, в общем, много Много желания жила, много идей носить Да, да Сомсовствами тоже в Кану Шангу не работали? Да Нет, я имею в виду, не детские для взрослых Взрослые спектакли для взрослых У нас нет спектаклей для взрослых, есть в плане Но я, честно говоря, меня как-то вот эта тема взрослых спектаклей вообще не волнует Просто есть истории, которые мне хотелось бы сделать Но как бы я не зациклен на том, что Ой, у нас нет взрослого спектакля, надо как-то делать Не просто цикленность А, нет, у меня нет особого желания Нет, у меня есть просто истории, которые мне хотелось бы сделать Но они взрослые, так получается А вообще мне интересно делать вот такого рода спектакли Они, кстати, не только какие-то печальные, философские, они разные. Мне интересно заниматься вот таким семейным театром, то есть театром, который, в общем, он включает в себя и то, и другое. И зрители очень благодарны. Вот на этом спектакле у вас зрители дети, а может, прийти семья? Вот на этом спектакле, кстати, у вас дети? Нет, 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 а мы взрослые дети. Нет, нет, на этом спектакле, кстати говоря, только на этом, так 23, 15 билетов продается, потому что не может посадить, не может. Пространство маленькое у нас, вот, всего продается 15 билетов. На него вообще не попался этот спектакль. В общем, конечно, задача сложная, потому что, когда носом к носу артист великий, тут уж ни за что не спрячешься, тут уж у вас какие-то... Да, 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 да. А в городе есть еще театр? Мы единственный репертуарный, профессиональный театр... Стационарный. Стационарный в Севастополе. Есть еще один театр в Балакларе, он... Стас, вообще ему больше 20 лет, но там история как раз Сапояж. Может быть, с... Как фамилия ее? Суханова. Суханова. Может быть, кто-то знает. Ну, она заканчивала в свое время ЛГИФМИК. Вот. Ну, этот театр, он разъездной. То есть он ездит по детским садам, по школам. То есть там такая ситуация. Он тоже, он при творце культуры Балаклара. Что в Севастополе, вроде, такой город и вообще театр... Ну, вот как-то так сложилось. Вопросов было очень много. Я взяла только кусочек, буквально десятую часть того интервью. И были самые разнообразные. От стоимости билетов. Как вы помещаете детей там. Как они у вас сидят. Потому что этот действительно театр ваш уникальный. Нет такого второго, нет похожего театра. И вопросы вот буквально сыпались и от коллег, и от зрителей. Наверное, и от жюри. Елена Александровна, вот то, что вы показали. Оно вызвало какое-то удивление. Почему у вас нет государственного заказа, да? Что вам даётся такую возможность творить, да? Потому что вы можете за полтора года выпустить шесть спектаклей. А это уже полёт вот именно для творчества. Что нет такого, ну, я не знаю, станка, да? Когда надо, надо выдавать новое. А это уже потерян результат. И вообще вот на финише вы видите совсем другую картинку. Конечно, да. Если это поток. Ну, мало того, что вопросов было очень много. И я не знаю, как это, удивление ли это было. Или, понимаете, как только возникает, я не помню, кто это сказал, как только возникает вопрос денег, так театр перестаёт быть театром. Конечно, без денег никуда не денешься. Без денег ничего не сделаешь. Но когда это становится целью, наверное, действительно теряется смысл, теряется та задача, ради чего делается театр. А тем более театр для детей. Он по определению не может быть окупаемый на самоокупаемости. Потому что вот наш театр и цель нашего театра... Ведь мы же работали в государственных театрах достаточно много. Ездили и ставили, и Артем Митрович был главным режиссёром, и даже художественным руководителем разных театров государственных. Там невозможно, даже там невозможно сделать такую атмосферу и то, что делаем мы в нашем театре. Потому что там всё-таки существует прокатная задача, и существует госзаказ, который нужно выполнять. А никого в администрации не интересует. Как ты это будешь делать? Как ты будешь... Сколько сил на это будет затрачено? Да, потому что все хотят видеть эту красивую картину. Да, да. Достаточно интересную, достаточно красочную. Да. И плюс ко всему, понимаете, невозможно сделать что-то очень хорошее и постоянно делать что-то очень хорошее, если это делается на потоке. Либо это становится просто повторением практически один в один. Когда вот как сел на свой конёк и штампуешь спектакли. Либо это будут просто проходные и пустые спектакли. А так, чтобы постоянно задевать зрителя и чтобы говорить с ним откровенно, это всё-таки надо вкладываться. И на это надо тратить очень много внутренних сил. И люди, которые работают над каждым спектаклем, которых и не видно даже, порой на одного актёра работает целая команда, несколько человек. Не только свет и звук, а ещё там, за стеной. А непосвящённый зритель думает, что это всё один человек, и всё лежит на его плечах. И не знает, сколько человек команды работает на то, чтобы он был на сцене. Ну, это даже не зритель. К сожалению, даже те люди, которые... Я не говорю про администрацию, которая занимается... Вот в КИЦ она нас поддерживает. Она нас холит и лелеет. Мы просто в каких-то таких условиях, которые позволяют нам творить и создавать то, что мы создаём. А, к сожалению, в других театрах и в других городах ситуация, тем более особенность с театром кукол и с детским театром, очень тяжёлая. Очень непростая. Катюш, кукольники обращаются вот к самой тонкой субстанции на Земле, к душе ребёнка. И ваши коллеги говорят, что профессия кукольника, она штучная. И найти замену, ох, как непросто. Это правда? Ну, мне было бы нескромно говорить, наверное, об этом вопрос. Ну, наверное, да. Потому что это, во-первых, очень огромный труд, работа с куклой, как её понять, почувствовать. У нас вот есть такие, там, бывали замены, то есть приходится там делать, ну, какие-то... То есть я вот сейчас занимаюсь, там, ввожу человека, ну, пытаюсь, помогаю ввести спектакль. И просто понимаю, как и насколько это сложно всё вот заново восстанавливать. Потому что кукла помнит руки человека. Ну, вот как даже мне кажется, что они всё равно, они живые, энергетика абсолютно меняется. И чтобы заново восстановить, чтобы привыкнуть, это нужно очень большое время. Ещё Сергей Образцов говорил, всем известный основатель театра кукол, он говорил, что при создании эскиза куклы художник должен заимствовать некоторые черты кукловода. Это же действительно так. Вы знаете, иногда бывает так, что ты не знаешь, кто будет работать куклой. Вообще-то, даже ещё нету распределения ролей. А получается так, что кукла, оказывается, похожа на того актёра, который с ним будет работать. Куклы-марионетки, ручные, перчаточные куклы, теневые куклы на тростях, очень популярные вот на всех эстрадах мира. Скажите, а что вы ещё не использовали, какие куклы вы ещё не использовали в своём театре? Ну, у нас пока нету верховых кукол, у нас нету именно тростевых гопитных кукол. У нас, мы ещё не работали, и не работали чисто с марионеткой, с чистой марионеткой. Вот, хотя у нас есть, в перспективе у нас есть намерение работать и в этих... А какие техники для своего театра вы хотели бы открыть и сделать? Ну, вот я имею в виду, что последние два десятилетия появился совершенно новый вид театра кукол, театр предметов. Когда артисты берут то зонтик, то вешалку для одежды, создают и строят с помощью этих вещей спектакли, там решат, так сказать, французские режиссёры. Что бы вы хотели такого сделать? Есть в перспективах, в планах? Ну, это, скорее всего, точнее, ответил, наверное, Артём Викторович. Но предметные, предметные, оживление предметного мира — это самая, наверное, интересная техника, потому что она позволяет говорить с людьми на любом языке. Вот даже когда мы не знаем языка, мы можем общаться через куклу. Мы можем даже с детьми, это сейчас очень распространено для детей со сложностями, слабослышащие или какие-то двигательные функции недостаточно развиты. Вот для них как раз очень распространено это. Это очень интересно, иногда бывают просто зрелищные, такие зрелищные спектакли. Вот. Возможно, возможно и такое. Я не буду раскрывать всех секретов. Просто хотелось бы знать, что ждёт нас в перспективе. Катюш, ещё такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы часто слышите, дяди и тёти играют в куклы? Конечно. Взрослые дяди и тёти. Конечно, да, да. А где сегодня готовят таких специалистов? Кукольников. Ну, разные университеты есть, да, опять же. Есть Питерская академия, там есть театральная академия, там есть именно отделение театра кукол, там готовят актёров и режиссёров кукольников. Есть ещё в Нижнем Новгороде, там училище, ну колледж, как. В Екатеринбурге есть при театральном институте, там готовят. Людей необычной профессии. Мы ждём от нас новых премьер. К сожалению, время нашего эфира закончилось. Я благодарю вас за участие. И, конечно же, приглашайте на новые спектакли. Спасибо. Это была программа «В контексте». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова